Друзья, всем привет! Джука Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Уже почти месяц я выступаю вашим проводником к уровню 4000 долларов и, как видите, сейчас мы его с вами штурмуем. Прошлый откат внутри фазы накопления до уровня 3500 долларов мы с вами тоже поймали. Теперь давайте с вами решим, каких же среднесрочных движений мы с вами можем ожидать от биткоина и, соответственно, других криптоактивов. Этот среднесрочный рост, который мы с вами наблюдали, отторговался у нас прям по всем законам жанра. Мы с вами увидели идеальную отработку бычьего сетапа, ну и по-хорошему сейчас стоит ожидать похода вниз. Ну что, опять хочешь кадр? Иди сюда. Все, давай, ложись вот тут вот. Ты в прошлом выпуске очень многим понравилась, поэтому давай я тебя оставлю. Но, соответственно, тут не все так просто. Глобальная фаза накоплений у нас с вами не ограничивается уровнем 4000 долларов. Реально ее зона это, соответственно, как я уже вам не раз говорил, 3300-4400 плюс-минус. Поэтому, в принципе, на возросшем интересе к данному росту у нас с вами вполне возможен поход к уровню 4300. И уже оттуда мы с вами будем наблюдать откат. Но тут стоит перейти на локальную ситуацию и увидеть то, что объем у нас с вами угасает. Что мне дает возможность говорить, то что у нас с вами будет легкая коррекция после предыдущего роста. Буду честен. Тут я рассматриваю сетап коррекции в уровень 3800-3850. Потом мы с вами обратно должны будем возвращаться в уровень 3900-3950 плюс-минус. Но не доходить до 4000. Соответственно, если у меня подтвердится данное движение, можно будет вообще спокойно расслабиться и наблюдать движение биткоина к уровню 3500. Оно будет планомерно, оно будет с коррекциями. Ближе к нижней границе глобальной фазы накопления сейчас самое логичное – ожидать актив. Но после этой коррекции вполне возможен вариант, что у нас с вами будут добавлять объемы для того, чтобы сделать ложное представление о том, что у нас все, рынок развернулся. И тогда уже при пробитии 4000 долларов мы с вами будем рассматривать поход к уровню 4150-4250. Хочу обратить ваше внимание на то, что это по бирже, на которой я торгую. Ссылку на нее вы можете найти в описании. Курсы там немножечко различаются. Да, данная ссылочка, она реферальная, но она мне приносит не какие-то там овербабки, чтобы я все время пиарил эту биржу. Просто биржа мне действительно нравится, а так как там торги идут в паре к доллару, то курсы немножечко отличаются от бирж, где торги идут к стейблкоинам. Также в сети я все чаще встречаю такую информацию, то, что биткоин у нас с вами пойдет к уровню 5600 долларов. Это вообще полный бред. Те, кто вам сейчас на серьезных щах заливает то, что мы пойдем к этому уровню, вообще сейчас можно его просто слать. Потому что действительно об этом уровне говорить без пробоя зоны 4500 долларов, ну просто глупо. Возможно, обозначая сейчас все эти ситуации, я немножко ввел вас в заблуждение, вы такие, а что ждать-то вообще, какие движения? На этот ответ очень простой. Сейчас локально я ожидаю коррекцию уровень 3850. Оттуда, соответственно, у нас с вами должен быть отскок. И уже от этого отскока будет понятно. Подтверждаем мы с вами теорию того, что у нас продолжится нисходящее движение, либо же, соответственно, мы с вами пойдем штурмовать уровень 4150. Сейчас в среднесрочной глобальной ситуации сказать, пойдем мы жестко вниз или пойдем мы жестко вверх, действительно довольно проблематично. Надо разобраться с продавцами. Потому что энтузиазм покупателей действительно уже подутих. Мне вот, например, сейчас сложно писать трейдера, который сейчас в бухты-барахты влетит каким-то крупным объемом на уровень 4000 долларов. Это сделать может либо человек, который действительно не очень хорошо шарит в рынке, и сейчас увидел вот этот какой-то рост, и говорит, все, мы дальше будем расти. Либо, соответственно, спекулянт, который будет предыдущему индивиду показывать, что якобы этот рост будет, но тогда слив с этих отметок будет ой-ой-ой, какой крутой. Поэтому локально, краткосрочно ожидаю уровень 3850, а оттуда уже мы с вами будем плясать. Друзья, наверняка вы слышали о закрытых VIP-каналах в Телеграме, которые приносят своим подписчикам по 50% дохода менее чем за месяц. Но реальность такова, что мало у кого хватит средств для того, чтобы купить доступ к таким каналам за 500 долларов, а то, бывает, цены и до 1000 долларов за месяц доходят. Поэтому хотел бы вам рассказать о бесплатном Телеграм-канале, где парни сливают абсолютно все инсайды и закрытых VIP-каналов. Сейчас в списке уже 15 каналов, и он постоянно пополняется. Также на канале часто организовывают складчины на интересные проекты, обучающие курсы, которые вы можете приобрести почти бесплатно. Не особенно зашла та тема, то, что там совсем за недорого можно приобрести последний обучающий курс Хамахи. Да, именно тот, где часть курса посвящена каннабису. Если вас заинтересовал, ссылку на Телеграм-канал вы можете найти в описании. А мы продолжаем. Также мы с вами получили довольно крутой рост по эфириуму. Мы его с вами ожидали. Единственное, ну я честно не думал, что мы пойдем до глобальной поддержки. В прошлых роликах я обозначал уровень 152 долларов. Может, немножко не досчитал, потому что эфириум у нас чисто, ну прям ровно на уровне 150 долларов пошел в откат. И сейчас технически ситуация по эфиру плюс-минус такая же, как у биткоина. Соответственно, преломляя уровень 150 долларов и закрепляясь над ним, мы с вами должны будем увидеть нехилое такое движение. Но я скажу честно, я сомневаюсь в этом движении. Сомневаюсь настолько, что большую часть депозита, который набирал, я уже продал. Сейчас эфириум у меня осталось на одну крупную сделку. Но я для себя принял решение, что до уровня 180, наверное, я не буду трогать этот эфир. Пусть останется. Даже если мы будем наблюдать просадку, и вероятнее всего мы будем наблюдать просадку, пусть этот эфир пока полежит. Будет такая подушка безопасности. Соответственно, эфир я зафиксировал по 132 доллара и по 145 долларов. И средняя цена фиксированной прибыли по эфиру у меня составила 139 долларов. Сейчас также я рассматриваю ситуацию отката по эфиру в уровень 135-137 долларов плюс-минус. Рассматриваю я эту ситуацию, потому что у нас очень сильно упали объемы. Также у нас очень сильно снизилось количество лонг-позиций. Причем снизилось оно почти на треть. Я думаю, в столь бурный рост эфира уже заложена новость о хардфорке, поэтому вероятнее всего мы сейчас будем отыгрывать коррекцию. Также если локально провести фрактальный анализ, мы наблюдаем явно нисходящее движение. Да и индикаторы сейчас показывают явную перегретость актива. Однако здесь стоит учитывать, что данные показания были после флета с резким ростом. И эти показания немного утрированы. Но это не отменяет того, что трейдеры пользуются этими данными, и по этим данным актив определенно перегрет. Поэтому локально краткосрочно я рассматриваю легкую коррекцию. Соответственно, дальше надо смотреть, будет ли у нас с вами попытка штурма глобальных зон сопротивления. Если мы эти глобальные зоны будем пробивать, тогда будем уже от этого отталкиваться. Вероятнее всего до них не дойдем, и дальше опять уйдем в коррекционные движения. Но это мое видение по рынку. Я не хотел бы все равно делиться своей среднесрочной стратегией, потому что, как правило, это мне может выйти боком. Но я даю вам наиболее вероятные краткосрочные движения. Все мои торги вы можете наблюдать в нашей группе ВКонтакте, ссылку вы можете найти в описании. Если я вам был полезен, поддерживайте видео лайками, оставляйте мысли в комментариях. Но если не подписаны на канал, подписывайтесь обязательно. Работаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok